Иного варианта у режима, чтобы хоть как-то временно удержаться, кроме закрывания вообще всего. Если бы они могли там закрывать небо, воздух, там все, они бы закрыли. Они будут пытаться на днях, на часах полностью перекрыть интернет. Они будут пытаться перекрыть выезд, въезд там уже даже с Казахстаном, с Китаем, с чем угодно. Все равно будут вынуждены. И так далее. Но весь вопрос в том, удастся ли, до какой степени удастся, это можно приказом, розчерком, на сколько времени. Это же все взорвется. Как паровой котел, который, если его, так сказать, дырку не оставить, все взорвется. Точно совершенно. Понимаете? И посмотрите, сейчас вот мои поклонники смонтировали 2-3 дня назад ролик, где я говорю про отключение интернета. Это никто не верил. Я об этом говорил 15 лет назад, я сказал, что режим на это пойдет. Кому это могло прийти в голову? Я говорю, 15 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. Сейчас это... И сейчас мне начинают писать. Ой, вы, значит, там что-то Ванга, провидец, Нострадамус. Значит, было понятно. Что обанкротившийся режим пойдет на все фашистские методы. Другого варианта удержаться временно нет. А умные люди, миллионы уже посмотрели мои ролики, я предсказал все, что будет, несколько лет назад. Что вы сейчас будете отключать? Поздно. Отключать поздно. Конечно, это будет печаль, неудобство и прочее, как вот любые трагедии, такие, значит, исторические. Но я говорю, самое главное, это характер пережить, переждать, чтобы потом вот воскреснуть к нормальной, так сказать, жизни. Она должна быть. Что долго эти твари не могут продержаться по... Не по нравственным, этого у них нет, а по техническим делам.